Некоторые интересуются, почему я рекомендую выкинуть в помойку некоторые модели приставок конкретных ревизий, в особенности PS3 Slim с заводской прошивкой старше 3.55 и все так называемые Super Slim модели с субномером 3000 и выше. До PS3 мы еще дойдем, но сначала поговорим о ее конкуренте, приставке Xbox 360. Связано это с тем, что обе консоли построены на схожем по архитектуре процессоре Cell производства фирмы IBM, с той лишь разницей, что у процессора Xbox 360 ядер 3, а у PS3 8, из которых доступны 7. Что делает восьмое ядро, я тоже скажу чуть позже. Итак, процессор IBM Cell. В нем применена технология E-Fuse, что в переводе означает электронный предохранитель. Вы наверняка видели обычный плавкий предохранитель. Это такая трубочка с проводом внутри, рассчитанная пропускать ток определенной силы, ну например 1 А. Если ток превысить и подать скажем 2 А, то проволочка моментально перегреется и перегорит, физически разорвав контакт. Предохранители так называются, потому что они предохраняют технику от поломок при сильных изменениях тока. Ну например, когда у вас в щитке отвалился ноль, и в розетках вместо 220 В стало 380. А плавками они называются потому, что они расплавляются. Ну так вот. Подобные плавки и предохранители, только размеры нано, содержатся в IBM процессорах цел для того, чтобы можно было менять схемотехнику уже сошедшего с конвейера процессора. Подал ток, предохранитель перегорел, и конфигурация платы внутри процессора изменилась. Процесс этот разумеется необратим. Так вот, фирма Microsoft догадалась использовать эту технологию поистине дьявольским способом. Тут нужно сделать еще одно отступление. Microsoft одна из первых ввела цифровую подпись всех запускаемых программ. Это довольно муторная математическая тема об умножении очень больших чисел, где даже зная одно, практически невозможно вычислить второе. Если интересно, почитайте на тему шифрования парой открытого и закрытого ключа и связанной с этим темой цифровой подписи. Общий смысл, что Xbox 360 может запускать только программы, подписанные фирмой Microsoft. Поскольку сторонние хакерские программы и хоумбрю Microsoft не подпишет никогда, а ее закрытые ключи хранятся за семью печатями и вряд ли будут известны хакерам, то в теории Xbox 360 никогда не будет запускать сторонние утилиты, написанные неофициальными разработчиками. Достигнуто это следующим образом. Эти самые EFUSE, предохранители внутри процессора, по сути двоичные последовательности, биты то бишь. Целый предохранитель единичка, сгоревший нолик. Таким образом, 128 таких предохранителей позволяют записать внутри процессора 128-битный ключ шифрования. Что Microsoft и делает? Каждый процессор получает свой, уникальный ключ. Затем пережигаются еще предохранители и становится невозможным считать ключ извне, так как контакты к нему сожжены. Единственный способ узнать ключ такого процессора, это спросить у Microsoft. Ну или срезать кремний плац за пластом и в туннельном микроскопе пытаться углядеть последовательности этих самых перегоревших и не перегоревших плавких предохранителей. А в осье увидите ключ, вот только прот сработать уже не будет. Сам же процессор устроен так, что он запускает только правильным образом подписанные программы. Когда вы покупаете игру на диске, Microsoft подписывает ее для всех, и поэтому один и тот же диск запускается на всех консолях. Когда же вы скачиваете игру из Xbox Live, то ее подписывают под конкретную вашу консоль. И даже если вы перепишете эти файлы на другую консоль, скачанная игра там просто не запустится, так как она подписана для другой приставки, и только она может ее расшифровать. Поскольку без подписи Microsoft программы запускаться не будут, это обеспечивает стопроцентную гарантию, что все производители игр не смогут выпускать их в обход Microsoft, а та, разумеется, берет свою комиссию за каждую подпись. Замкнула на себе, так сказать. Лицензирование называется. Но это как если бы чайный пакетик наотрез отказывался бы завариваться, если бы на нем не было подписи производителя чашки. Все хакерские ухищрения EJTAG и более поздний хак для Xbox 360 Slim заключались в том, чтобы тем или иным способом заставить процессор запускать неподписанный код. Хак для Slim просто дрочит процессор до тех пор, пока он не войдет в предусмотренный IBM аварийный режим, позволяющий в диагностических целях запускать неподписанный код. Поэтому иногда нужно долгое время включать и выключать консоль, пока хакерскому чупу удастся запустить процессор в этом режиме. Это одна сторона. Вторая сторона, в процессоре есть еще некоторое количество этих самых EFuse, и Microsoft стал их использовать в еще более демонических целях. Если одно время было возможно откатить версию прошивки приставки на более раннюю, то определенным апдейтом Microsoft взяла и расплавила один из свободных предохранителей. По сути, Microsoft удаленно, без вашего ведома, изменила аппаратную начинку принадлежащего вам устройства. Прошу поразмыслить над этим. Для оценки величины трагедии, представьте, что, например, MosEnergo взяла и повысила напряжение в вашей квартире, чтобы перегорела лампочка в сортире, изменив таким образом схему освещенности вашего дома. Проблема в том, что лампочку-то можно поменять, а вот предохранитель внутри процессора сгорел навсегда. На самом деле это очень и очень тревожный звонок и посягательство на частную собственность. Ну так вот, предохранитель сгорел бесповоротно, а часть программного кода, отвечающего за обновление, была изменена, и теперь перед каждым обновлением проверяет, а цел ли предохранитель? Если нет, то значит у вас стоит версия прошивки с определенным номером, и этот самый код, отвечающий за обновление прошивки, ни в какую не дает поставить версию прошивки ниже. Отсюда невозможность даунгрейда. Аппаратная невозможность. Причем добавили это аппаратное ограничение удаленно, без вашего ведома, прямо у вас дома. Теперь перейдем к PlayStation 3. Тут применяется аналогичная, но еще более замороченная схема. Ебанутая на всю голову, чисто по-японски. Помните я говорил, что из восьми ядер доступно всего семь? А что же делает восьмое? Там живет так называемый гипервизор, который зашифровывает и расшифровывает абсолютно все потоки информации. Если вы знакомы с виртуальными машинами, ну самый простейший пример это эмулятор какой-нибудь Nintendo или PlayStation, который вы запускаете, чтобы поиграть на компьютере в приставочные игры. Более сложный пример это всякие виртуальные машины или даже серверы виртуализации, позволяющие на одном компьютере запустить одновременно несколько сеансов операционных систем, никак между собой не связанных. Ну в общем тоже можете на досуге почитать про виртуальные машины и виртуальные серверы. Ну так вот, это самое восьмое ядро по сути и создает внутри процессора PS3 виртуальную машину, недоступную для анализа извне, так как все данные зашифрованы. Поэтому хакеры и не могли так долго взломать ни Xbox 360, ни PlayStation 3. Взламывать алгоритмы асимметричного шифрования вообще дело неблагодарное, и на данный момент считается математически невероятным. Но создатели PS3 все же обосрались и допустили ошибку при генерации ключей загрузчика. Очень смешно они обосрались, но без понимания криптозащиты шутка будет непонятной, так что сначала разберитесь с ключами. Оплошность носит аппаратный характер и проявляется на всех приставках PS3, FED и Slim, которые с завода имели версию прошивки не старше 3.55. Подчеркиваю, с завода. В магазине такие продавались. Разумеется, проблемы быстро локализовали и поправили на аппаратном уровне, и приставки с заводскими прошивками старше 3.56, а также более поздние модели, супертонкие и с внешним боком питания, уже имеют соответствующую заплатку и не поддаются взлому на текущем уровне сведений о системе, доступном хакерам. Есть правда исключения для приставок, которые в магазине продавались 3.55 или ниже, но пользователь обновил версию прошивки до более старшей, например четвертой официальной прошивки. Узнать какая версия прошивки у вас была с завода очень просто. Нужно скачать minvirtcheck, записать ее на флешку как обычное обновление для PS3, и попытаться выполнить обновление с флешки самым обычным, штатным способом, о котором я как-то подробно рассказывал. Никакого обновления не произойдет, однако консоль выведет ошибку с указанием той самой минимальной версии прошивки. Если там число 3.55 или ниже, значит вы можете попытаться сделать даунгрейд вашей приставки с помощью аппаратных средств. Если ваша приставка оборудована памятью типа NAND, то вам нужен аппаратный прошивальщик ProSkit, который нужно припаивать к плате. Хотя вроде были какие-то разновидности склипсы, не требующие пайки, но они не так надежны. Для моделей с памятью типа NOR нужен E3 флешер. Пайка не требуется, но контактное соединение ненадежное и требует тщательной проверки каждого шага. В любом случае обычный геймер вряд ли справится с этим, а стоимость услуги у профессионалов может быть довольно высока. Поэтому как правило, проще продать такую приставку тем, кому пиратки и хомбрио не нужны, добавить те самые деньги, которые вы собирались отдать мастеру за восстановление или за аппаратный прошивальщик, и просто купить приставку с 3.55 или кастомной прошивкой, которая дороже непрошиваемых примерно на эту сумму. И не морочить себе голову. Именно это я имею в виду, предлагая выкинуть суперслимы и приставки с официальной прошивкой старше 3.55 на помойку. Еще раз повторю. Слимки ревизии 3000к и выше не поддаются переделке, перепрошивки на CFF, чиповки еще это называют, короче не способны воспроизводить пиратки по своей конструкции и ни при каких обстоятельствах. Ни с помощью чудо-прошивок, ни с помощью аппаратных флешеров. Возможность, что в будущем появится какой-то хак для них, конечно же, есть, как это вдруг произошло с Xbox Slim. Но я бы особо не надеялся, учитывая, что вот-вот выйдет PS4 и хакеры перекинут основные усилия на ее взлом. Теперь самый интригующий вопрос. Когда хакеры взломают PlayStation 4? Ответить на него непросто. С одной стороны, в текущем поколении, то есть PlayStation 3 и Xbox 360, Sony и Microsoft получили огромный и уникальный опыт, позволяющий им с высокой вероятностью обеспечить Xbox One и PS4 полный иммунитет к взлому. Вряд ли они наступят на те же грабли. Примеры невзламываемой системы уже есть, та же PSP Vita. С другой стороны, для обеспечения этой самой стойкости к взлому нужно весьма и весьма усложнить систему. А чем сложнее система, тем больше в ней элементов. И тем больше вероятность, что какой-либо из этих элементов будет содержать изъян, который хакеры смогут использовать для запуска стороннего кода, неодобренного Sony и Microsoft. Причем изъянов этих, как правило, больше в ранних ревизиях моделей и первых, еще сырых, прошивках, когда задача стояла быстрее-быстрее выпустить продукт на рынок. Так что имеет смысл по возможности не обновляться. С другой стороны, ранние ревизии моделей, как правило, ломаются чаще своих более поздних аналогов, да и со старыми версиями прошивки не пускают в онлайн и не дают запускать новые игры. Да и не факт, что такая уязвимость будет вообще, и не факт, что хакеры смогут ее обнаружить, пока сами Microsoft и Sony этого не захотят. Так что на быстрый взлом консолей следующего поколения я бы особо не рассчитывал.